Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как только приближаются праздники, так тут же все начинают ломать голову, что выставить такого красочного на стол. Причем, если с салатами обычно все ясно, все лепят свой стандартный любимый набор, то вот с горячим очень многие позволяют себе несколько отклониться от привычных своих рецептов. И тут всегда все упирается в сложность. Например, утка по-пекински. Вкусно? Вкусно! Сложно? Да. Очень. И то, что она готовится двое суток, простоты не добавляет. Поэтому в цене рецепты простые. Важно, чтобы блюдо красиво презентабельно выглядело. Вкусно, естественно. И при этом очень важно, чтобы как можно меньшее количество гостей от подобных блюд шарахалось. Вот, например, розбив. Красиво, вкусно, праздничное, безусловно. Но хороший розбив запекается до состояния, когда мясо еще розовое. А очень многие от розового мяса шарахаются почище, чем гаишник от машины с мигалками. Поэтому я сегодня хочу показать рецепт простой. Очень простой. Практично выглядящий. Это будет баранья нога. Запеченная, ароматная, потрясающая. Да, на канале есть баранина запеченная. Но в том рецепте, ссылочку я оставлю в описании, мясо розовое. А здесь будет хорошо пропеченная, при этом безумно сочная нога. Поехали! Начинать надо с ароматической смеси. В дело пойдет чеснок. Слегка его порублю, чтобы проще было в кашу растереть. В ступку его. Сюда же соль, тимьян, розмарин. И растереть до однородности. Отлично! И немного растительного масла. Ароматические вещества жиржестворимы, поэтому масло очень быстро вытянет ароматы, пропитается ими. В масле они все смешаются. И вот это уже ароматное масло прекрасно пропитает баранину. Во время запекания из мяса будет выходить сок. И хорошо бы его использовать в качестве основы для соуса. Его надо обогатить другими вкусами и ароматами. Чтобы зря времени не терять, запекать буду баранину на подушке из овощей. Вот именно их вкус запеченных овощей обогатит вкус соуса. Крупно нарезанный лук. Также крупно нарезанная морковь. Кисло-сладкое яблоко. У меня портвейно. Очень ароматный. Можно и сухого красного вина добавить, но тогда нужно будет кислоту сбалансировать сахарным песком. Подушка из овощей готова. Пора заняться ногой. Меня регулярно спрашивают, почему я не удаляю лимфоузлы. Да потому что в наших краях продают совсем молоденьких барашков. И таких кромсать в поисках лимфоузлов только портить. Нет никого смысла из таких молоденьких эти узлы удалять. Другое дело, если у вас барашек зрелый, из него конечно вырезайте. В каждый прокол надо ароматическую смесь загнать побольше. Нога будет запекаться долго. Пусть пропитается ароматами как следует. Да и духовку уже должна быть нагрета хорошенько, так градусов до 250. Ногу снаружи смазываю просто растительным маслом. И теперь соль снаружи. Немного. Масло приклеит крупенький соли к поверхности. Да, и не спрашивайте по поводу печати. Это съедобная краска. Срезать ее только пятно будет. В этом месте мясо будет сильнее сохнуть. Не хочу. Все. Убираю в духовку. Минут 15-20 надо подержать ногу при высокой температуре, чтобы мясо снаружи схватилось. Затем плотно запечатать посудину фольгой. Температуру понизить до 180-90 и запекать часа 3-4. Ну, а когда минут 10 останется до окончания запекания, займусь гарниром. Видите, крупенький соли достаточно крупный. Они приклеились к шкурке. Сейчас я накрою фольгой. Под ней образуется паровое облако. И в этом облаке крупенький соли начнут растворяться. И постепенно соль начнет проникать в толщу продукта. Застолье не за горами. Пора приниматься за дело. Картошку нарезаю дольками размером с апельсиновым. Это у меня остатки ароматической смеси. Еще немного масла сюда. И перемешать. И вот все это чесночное, тимьяновое, розмариновое, ароматное чудо. Картошки. И перемешать. Остается добавить сюда хорошую такую порцию панировочных сухарей. Опять все перемешать. И отправить в духовку на 20-25 минут, чтобы противень потом не отдраивать. Фольгу на него а чтобы картошка в фольге не прижаривалась. На фольгу бумагу ли выпечки. Мясо уже готово, но надо же и соусом озаботиться. И опять фольгой прикрою. Еще полотенцем. Чтобы нога не остывала. А весь этот ароматный сок нужно довести до кипения, загустить и выправить на вкус. В зависимости от того, какие ингредиенты вы использовали. Насколько сладкие или кислые яблоки. Насколько сладкая морковь. Насколько сладкий лук. Насколько у вас вино сладкое или сухое на борт использовали. Для баланса придется использовать или соль, или сахар, или кислоту. Причем кислоту какую придумаете. Любая на ваш вкус. Хотите лимонный сок. Хотите яблочный или винный уксус. Или даже бальзамик. Может быть даже апельсинового сока добавить. Все, как вы любите. Смотрите, как загустел. Отлично все. Не убавить, не прибавить. Пора баранинку навести до кониции. Пока возился и картошка уже готова. Ногу обратно в печь на пять минут, чтобы соус сверху схватился. И через пять минут прошу всех к столу. Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите, очень простое блюдо. Да, подождать нужно 3-4 часа до готовности. Но вам все равно нужно время потратить на то, чтобы салатиков к празднику настрогать и прочего. Эта нога стоит себе в духовке и есть не просит. Короче, простое блюдо, но дико вкусное. Смотрите, я даже и вилку с ножом брать не буду. Покажу вам, как мясо отделяется. При этом оно дико ароматное, оно нежное, оно сочное. Просто нежнятина. А картошечку посмотрите. Чудо, а не картошка. Ой, аромат чеснока, тимьяна, розмарина. Просто сказка. Чудо. Вот такое простое блюдо к праздничному столу. Берите на вооружение. Мне кажется, это класс. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok